МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Филиппет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С Новым годом! Главные лица города и области поздравили саровчан. Советы диетолога, как пережить праздничное застолье. Далее расскажем обо всем подробно. Новый год. Возможность сказать теплые слова, подвести итоги, поблагодарить и пожелать всего самого наилучшего. С Новым годом саровчан поздравили первые лица области и города. В Нижегородской области очень много красивых городов, сел, деревень и поселков. И везде живут яркие и талантливые люди. Но всех нас объединяет удивительный город, которому в уходящем году исполнилось 800 лет. Сегодня это промышленный, культурный, духовный центр. Столица закатов, а еще новогодняя столица России. Символом Нижнего в эти дни станет снежинка. В ней вся красота, сила и уникальность природы. Снежинки всегда разные, не похожие одна на другую. Я желаю каждому из нас оставаться самим собой, уникальным, особенным, исключительным. С Новым годом! Дорогие саровчане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, уютом и весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло. В уходящем году было много по-настоящему ярких, запоминающихся событий, значимых проектов, позитивных изменений в разных сферах. В Сарове прошли такие значимые мероприятия, как открытие памятника выдающемуся ученому Андрею Сахарову, десятилетие проекта «Школа Росатома», открытие филиала МГУ имени Ломоносова, чемпионат России по лыжероллерам и многие другие. Город отметил свое 330-летие, федеральный ядерный центр, 75-летний юбилей. Также юбилей отпраздновали Саровская дивизия войск национальной гвардии, Центр занятости населения, библиотека имени Маяковского. И это лишь малая часть. 2021 год изменил многое в нашей жизни. Мы прошли серьезную проверку на прочность, научились побеждать самые сложные ситуации. Учились и работали, радовались успехам наших детей и помогали старшему поколению. Обновили дворы и общественные территории, сделали километры дорог. Я благодарен каждому жителю города за понимание, доверие и поддержку, за активное участие в жизни Сарова. Пусть наступающий год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть в ваших сердцах царят любовь и душевная теплота. От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия, радости и отличного настроения. С Новым годом! Глубоко уважаемые ветераны, дорогие сотрудники института, уважаемые горожане, поздравляю вас с Новым годом, этим праздником, удивительным и значимым в каждой нашей семье. Именно Новый год приносит надежды на будущее. И эти надежды связаны с нашей действительностью, с нашей работой в предыдущем году. 21-й год – удивительный год. Он и содержательный, он и тревожный. Тревожный, потому что продолжается пандемия. Я еще раз хочу отметить и поблагодарить сотрудников института, которые сделали прививку, которые реализовали комплекс мероприятий, и мы сегодня получили коллективный иммунитет 94%. Это дает нам возможность спокойной и продолжительной работы. В 21-м году природа испытала нас. Мы имели в течение полутора месяцев очень серьезную ситуацию с пожарами. Только коллективная работа, только самоотверженный труд сотрудников института, горожан, работников МЧС дали нам возможность победить это нашествие, которое в очередной раз испытало нас. И она была по сложности гораздо сложнее пожаров 2010-го года. 21-й год. Год создания Национального центра физики и математики. Год выполнения решений президента по развитию фундаментальной науки на нашей территории. В рамках него создан Национальный центр. Начал функционировать филиал МГУ Саров. Мы получили первые результаты в области научных исследований по фундаментальной науке. Все это вдохновляет, дорогие друзья. И то, что стопроцентное выполнение ГОЗа, и то, что 150 наших сотрудников удостоены высоких государственных наград в ГОЗ 75-летие ВНИЕФа. Все это дает возможность уверенного и позитивного будущего. Мы твердо идем к намеченным целям. И эти цели связаны с жизнью людей, с благополучием людей, которые связали свою судьбу с главной задачей, с защитника Отечества. Я поздравляю вас с Новым Годом. Желаю каждому из вас здоровья, вам, вашим близким, благополучия. И мы твердо говорим, Саров смотрит в будущее с оптимизмом. С Новым Годом! Дорогие друзья, в новогодние дни каждое слово имеет особенный смысл. Мы от чистого сердца желаем друг другу крепкого здоровья, тихого семейного счастья, значимых достижений в учебе и на работе. Мы точно знаем, что задуманное и сказанное в Новый Год сбудется. Мы добьемся успеха в делах, потому что верим в свои силы. Мы преодолеем невзгоды, потому что вместе идем вперед. Мы будем счастливы, потому что в сердце каждого из нас живут надежда и любовь. Пусть эти праздничные дни будут озарены детским смехом, наполнены шутками, играми, встречами, добрыми, смелыми и волшебными пожеланиями. Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом благополучие, много светлых и радостных дней. Друзья, с Новым Годом и Рождеством! Дорогие саровчане, в уходящем году мы прошли через многие испытания и научились жить в новых для себя обстоятельствах. Удаленка и ограничения, маски и прививки, много других новых слов теперь будут ассоциироваться с уходящим 2021 годом. Встречая Новый Год в кругу семьи или друзей, мы желаем друг другу всего самого хорошего. Но главное в нашей жизни – это здоровье. И я желаю вам быть здоровыми в новом 2022 году. Берегите себя и своих близких. Пусть счастье наполнит ваши сердца, а все невзгоды останутся позади. С Новым Годом! Сыровчан поздравил с наступающим волшебным праздником и главный символ Нового Года – Дедушка Мороз. О своих добрых пожеланиях рассказали и жители города. Подробности далее. Ну что ж, дорогие друзья, совсем скоро наступит Новый Год, а это значит, что нужно получать поздравления и дарить подарки. И мы с Дедушкой Морозом уже на все это готовы. Дед, дед, пойдем поздравлять народ. Ой, пойдем, внученька, пойдем. О, как я люблю это дело. Поздравлять, подарки дарить и всего самого хорошего желать. Ну что, беру Дедушку под руку и мы пошагали. Пошли. С Новым Годом! С Новым Годом! Снегурочка! Ой, а мы же не просто так подошли к вам. Да. Мы все-таки пришли с пожеланием, чтобы в следующем году было лучше, чем в этом. Чтобы были крепкие, здоровые, почаще улыбались. Ну а там уже, как говорится, финансовое благополучие. Это очень правильно. Ну что ж, а может вы нам что-нибудь пожелаете? Ну вот старый тост есть такой. Так, это мы любим старенькое. Выпьем за то, чтобы наши желания обалдели от наших возможностей. Исполнение всех желаний. Обязательно съездить куда-нибудь, отдохнуть. Лучше на море или в горы. И, конечно, самое главное, чтобы ковид нас навсегда покинул. Дырить на маленький подарочек. Его под елочку. Ночью в новогоднюю ночь. Вот такой выросит большой. Хорошо, спасибо, Дедушка Мороз. С Новым Годом! С Новым Годом! Спасибо! А с наступающим всех Новым Годом! Счастья, здоровья! Вот всем Деду Морозу под елку. А кому-то Снегурочку. Чтобы не болели, чтобы прошел наконец этот ковид. Ну вот, а Дед Морозу хорошей погоды, чтобы не таяло ничего в Новый Год. Могу стараться. Желаю всем счастья, здоровья, чтобы в Новом Году у всех все желания исполнились. Тоже всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья, чтобы не было проблем ни у кого с ковидом, не было проблем с деньгами, с любовью. То есть, счастья и здоровья. Хочу пожелать всем любви, любви. Это самое главное. Самое главное. Все говорят, красота спасет мир. Я думаю, что любовь спасет мир. Берите запуск скорее. У нас же сейчас какая проблема? Ковид? Да. Прогоним его из нашего города. Чтобы не было. Вообще давай. Раз. Держите, держите. Чтобы и не помнить про него. Два. Три. Ковид из нашего города. Уходи. Уходи, да, уходи. Раз. Два. Три. Ковид. Уходи. Да. Раз. Два. Три. Ковид скорее. Уходи. Обязательно исполнится. Обязательно исполнится. Прогоним этот ковид. Прогоним все несчастья. Раз. Два. Три. Ковид из нашего города. Уходи. Ага. Прогоним его. Давайте. Раз. Два. Три. Ковид скорее. Уходи. Раз. Два. Три. Ковид скорее. Уходи. Ну что ж, друзья мои. Вот и Новый год наступил. Время волшебства, любви и подарков. Ну хотя это каждый день можно творить. Но сегодня настоящая зима. Поэтому я желаю вам самого крепчайшего здоровья. Самых больших улыбок. Самой крепкой, взаимной любви. И всего, всего, что вы только захотите. А то, что ковид у нас в городе. Да ну его отправим в Великий Устюг. Там в лесу-то он по-любому заблудится. Там еще ни одна гадость не выживала. С Новым годом вас. Селедка под шубой, оливье, жареное мясо сладости. Наш желудок не знает, что такое новогодняя ночь. Поэтому праздничное застолье для него всегда большая нагрузка. Как пережить новогоднее застолье и долгие праздники. Советы диетолога в нашем следующем репортаже. На многих новогодних столах наверняка можно найти оливье, селедку под шубой или любой другой салат с майонезом. Важно не забывать, что такие блюда оставлять в теплом помещении на всю ночь не стоит. Даже не переедание в саму новогоднюю ночь проблема, а именно употребление некачественных продуктов, которые стоят по пять часов на новогоднем столе, естественно, пропадают. И люди просто тоннами попадают в больницы. И всегда первое, 31 число – это просто катастрофа для врачей, потому что переполнены больницы. Если вы позволите себе за столом попробовать разные вкусности и отойти от своих пищевых привычек на вечер, катастрофы не случится, утверждает диетолог. Важно не затягивать этот пищевой загул на 10 дней. И здесь речь не только о паре лишних килограммов. С резким изменением рациона может ухудшиться и здоровье. Не нужны никакие диеты. Организм способен справиться с разовыми такими перееданиями, даже если это случилось. Ничего точно с вами не случится. Максимально приходите к обычному своему режиму, обычный. То есть вот как вы в течение дня, выходного обычного дня едите, точно так же начинайте есть, и все само по себе придет в норму. Не пугайтесь, если встав на весы, вы увидите плюс 2-3 килограмма. Это нормально. Вес постепенно уйдет, как только вы вернетесь к привычному образу жизни, питанию и физическим нагрузкам. Еще один коварный соблазн зимнего праздника – сладости. И порой остановиться на паре конфет и не съесть полпакета – настоящее испытание. Особенно для детей. Хватит дарить детям конфеты. Детям конфеты – это скорее равно внимание. Лучше подарите им внимание. Лучше пойдите с ним погуляйте. Скажите всем своим друзьям, чтобы приносили фрукты, приносили какие-то игрушки, приносили, может быть, что-то интересное. Просто хватит закармливать детей этими конфетами. И главное в новогодние праздники – не забывать о прогулках на свежем воздухе и активном образе жизни. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Сладости, памятные сувениры, открытки, добрые пожелания. Один из самых волнующих моментов главного зимнего праздника – подарки. Получать их приятно, но куда интереснее дарить. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, какие сюрпризы саровчане приготовили для своих близких. Подробности далее. Новый год – отличный повод порадовать наших близких. В этот сказочный праздник каждый из нас может стать добрым волшебником. Но порой выбор подарка – это настоящее испытание для нашей фантазии. Так давайте узнаем, что саровчане положили под елочку для своих близких. Каждому индивидуально, кто что хочет. В этом году впервые мы сделали виш-листы. Самое главное – это, конечно, хорошее настроение подарить. И тогда в Новый год придет замечательный. В основном сладкие подарки дарим. Мандолины, конфеты, чай. Смотря зависимо от возраста. Деткам учитываем пожелания. Велосипед вот я внуку приготовила, подарю. Какие-нибудь полезные вещи. А какие? Ну, я не знаю, в основном это может быть какой-нибудь, типа, шоколад. Я не знаю, какие-то там печенюшки, еще что-то вот такое. Да что вы, у меня пенсии-то копеечные, я не дарю. А сладкие подарки? А, ну, сладкий внуку, которому 30 лет. Всякие подарки хорошие. Лишь бы только подарили, с душой поздравить. А можно любому подарку. Приятно каждому получить подарок на Новый год. Даже словами поздравить. Говорят, не так дорог подарок, как дорого внимания. Тогда идеальный подарок какой? Получается тот, что выбран с любовью. А там уж майбах, айфон, брелок или доброе новогоднее пожелание не особо-то и важно. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин